В Германии появилась в продаже книга Адольфа Гитлера «Mein Kampf. Моя борьба». Сборник содержит три с половиной тысячи научных комментариев, которые рассказывают о людях, упомянутых фюрером, объясняют и опровергают его ложные теории. Ранее эксклюзивные права на книгу Гитлера принадлежали властям Баварии, но с первого января произведение стало общественным достоянием. 70 лет спустя снова на прилавках. Неприметная обложка, мелкий шрифт, две тысячи страниц. Более половины объема – это научные комментарии, которые осуждают действия третьего ореха. По мнению составителей, именно они призваны дать верную оценку изложенным в книге идеям. Критический анализ расизма и его корней – это дань науки жертвам нацизма. Проект нашего института – это также и вклад в политическое и историческое просвещение публики. Мы намеренно издали книгу за собственный счет, чтобы ни у кого не возникло подозрений в том, что у нас был какой-то коммерческий интерес. Тем не менее, возвращение на прилавки запрещенной, но некогда обязательной для прочтения книги уже вызвало споры. По мнению многих, она может послужить пропагандой нацизма. Но биограф Гитлера уверен – идее фюрера необходимо подвергнуть критическому научному анализу. Конечно, неонацисты будут счастливы тому, что книгу издали вновь. Это неизбежно, но только из-за этого нельзя воздвигать барьер против истинной науки. Я думаю, это очень полезная публикация, потому что она уничтожает миф. Мой долг учителя – объяснить молодежи, не подросткам 12-13 лет, а 16-18-летним молодым людям, что такая зверская брошюра может в конечном итоге привести к глобальной катастрофе. Выход книги наделал много шума, но продается она далеко не в каждом магазине. Это не книга, это текст, полный презрения к человечеству – антисемитский, расистский и милитаристский. Между тем, Всемирный еврейский конгресс выступил резко против публикации книги. Представители организации призвали оставить это наследие историй на аптечной полке, где хранят яд. «Майн камп» была написана Гитлером в 20-е годы и представляет собой автобиографическую работу.